Продолжение следует... 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 и реакция идет все время. К этому траву, который оттуда из этого устройства выходит, можно будет присоединить по большому счету и какой-нибудь генератор, который будет вырабатывать электроэнергию. Это только какая-то алхимия, как это из никеля и получается медь. Да, из никеля получается медь. То есть это наши знаменитые любимые транспортации, о которых я уже говорил, но она вот сейчас и будет. Давайте обсудим вопрос примерно, как бы такое было возможно. Значит, у нас никель очень распространенный элемент. Если бы эта штука Андреа Росси работала, то бы все возможные проблемы человечества с энергией были тут же решены. Примерно 0,01% мировой земной кармы составляет никель. Никеля очень много, его куча этого никеля. Если он действительно с сумасшедшим выходом работает, это означает мощнейший переворот во всей мировой экономике. Ну, вообще, вообще все. Понимаете, да? И все запасы никеля становятся энергетически? Да, да, да. Раньше все работали на дровах, потом на угле, потом на нефте, то есть жевали. А теперь у нас будет, потом начали придумывать и с ураном, как работает, появилось. А теперь получается, что мы можем построить такую установку, которая будет работать на металлах. То есть конкретно на никеле. Я очень думаю, что она может работать, например, на паладе. Может еще на паладе это будет гораздо дороже. А они чистые, получается? Тут же еще как бы вторичные какие-то. Нет, она смесь никеля с медью. Вообще, Андрей Росси предъявил в группе независимых экспертов, что появляется у него медь. Но у меня сразу же первый вопрос. Изотопный состав. Никеля, который там появился, и медь которого. Данных об этом кругу никаких не существует. Это очень жалко и очень происходимо. Ну давайте посмотрим, какой у нас никель и что у нас там есть. Я напомню, о чем когда говорят изотопы. Изотопы это когда у тебя количество протонов в неком элементе одинаковое, количество нейтронов разное. Никель это такой уникальный материал, у которого аж пять абсолютно стабильных изотопов. Я не знаю, есть ли еще что-то столь же удивительно стабильное, что такое количество изотопов было и все были стабильные. Изотопов там куча. Значит, я пишу следующую вещь. Вот, например, никель это будет пятьдесят восьмой. Вот я их напишу просто вот здесь. Будет пятьдесят восьмой никель. Первый номер. Потом шестьдесятый, это то, что бывает в камере. Потом шестьдесят первый. Это потом шестьдесят второй. Потом шестьдесят четвертый. Что это значит? У него номер порядка 28. То есть у пятьдесят восьмого у него двадцать восемь протонов и тридцать нейтронов. Вот. И изотопы рисуешь. Да, я их рисую. Теперь, какие изотопы меди, они стабильны. У меди, у нее номер двадцать девятый. Следующая по номеру, да? То есть у нее стабильность. Что вот это, если сюда протон, то есть едло обычного водорода добавить один, то вот в него один превращается здесь. Там почему-то такой реакции не происходит. Но мы видим, что абсолютно стабильный изотоп никеля с номером 62, с массой 62, превращается в медь 63, которая абсолютно стабильна. 64 превращается в 65. Вот с этими так не пройдешь. Они тоже превращаются в медь, но она абсолютно не стабильна. Она быстро сдается. Тем не менее, утверждение состоит в следующем. Что у нас с ситуацией не радиоактивна вся эта реакция, которая происходит в Екате. И это на самом деле. Если из абсолютно стабильного изотопа никеля мы получаем абсолютно стабильный изотоп меди, то у нас произошла какая-то реакция, а радиация у нас никаких этого образов не вызвала. Ну, все прекрасно казалось бы. Подошли, засунули сюда протон, то есть водород. У нас прошла реакция. Но на самом деле, эта вещь практически ныне считающаяся практически неосуществима. А почему? А потому что у нас, например, есть сила кулоновского отталкивания. Вот у нас здесь заряд 28, к нему мы тащим кулоновский протон со зарядом 1. И они между собой начинают рассталкиваться по закону обратный квадрат. Чтобы его дотащить, надо преодолеть очень громадное расстояние. Вот у нас есть более простая реакция, когда у нас дтери плюс тритий. Дтери плюс тритий, да? А тритий? Теря или теря? Теря, да? По-моему, Ти. По-моему, Ти вот так, да? Да, по-моему, Ти. Ти? По-моему, Ти. Нет, это не так. Ну, ладно, не важно. В общем, у нас дтери и тритий. Вот. Он... Из него получается, ну, обычно, какой-нибудь гелий. Ну, самая распространенная это ситуация, когда 4,2, то есть гелий основной изотопов получается, и плюс один нейтрон лишний улетает. В дтери у него нейтронный протон состоит, а в тритий два нейтрона и опять один протон. Это все изотопы редко встречающиеся, особенно третий, встречающиеся водороды. Значит, для чего температуры... Что у нас здесь происходит? Мы можем эту ситуацию просто-напросто проломить. А как мы проломливаем? Мы берем, разгоняем дтери и тритий, сталкиваются они между собой, а в результате они пробивают вот эту силу колонского расталкивания, которое между ними возникает. Но после этого они сливаются. Для того, какие температуры для этого нужны? Так вот, температура нужна порядка выше десяти восьмой в градусах Цельсия. В градусах Цельсия. Представляете себе такую вот эту штуку? Это то есть порядка ста миллионов градусов. Сумасшедшие эти вещи. А как происходит этот напарник? Как работает водородная бомба? А в качестве запала, что дает такие высокие температуры, высокие давления, используется атомная бомба. Она берет, взрывается и после этого происходит эта реакция. Поэтому люди сказали, мы же умеем урановые электростанции строить, когда медленно тихонько уран расщепляется. Давайте попытаемся сделать что-то такое сравнимое с термоядом. То есть тоже с управляемым ядерным средством. Не получается. Говорят, что на сегодняшний день уже температуру, которую там обошли, уже десять девятую умеют достигать, и не менее реакция не идет. Не получается. Там еще есть время удержания плазмы, там есть соответствующее давление очень высокое. Все это пытается достигнуть, но реакция у нас не получается. То есть буквально уже, ну сколько, такие идеи высказывались порядка где-то с года 46-47. То есть что получается, уже 70 лет, да? Почти. 70 лет мы этой фигней страдаем. Семьдесят. Семьдесят. Да. Почти 70 лет мы этой фигней страдаем, и ничего сделать мы не можем. Ну, вы понимаете, да? Здесь способ решения проблемы силовой. То есть для того, чтобы они начали между собой взаимодействовать, мы силу кулоновского протяжения, мы должны ее пробить. Большую очень энергию. Они так разгоняются, и потому что они отталкиваются, они потом бац, и реагируют между собой. Таким вот это. Вот это самая ситуация. Поэтому способ, который они придумали, является способом таким достаточно прямолинейным. То есть силовым. Взяли и разбили это дело. Я хочу предложить гораздо более простой, элегантный способ преодоления вот этого кулоновского расставки. Он основан на простом квантовом эффекте, который называется так называемое туннелирование. А что такое туннелирование? Это означает, что если, ну, грубо говоря, у нас вот есть некий потенциал, да, вот такой-то, энергию. Если у вас у тебя частица находится здесь, в классическом случае, или здесь, да, с очень маленькой энергией, вот эта энергия Е. А это будет В нулевая. Если она находится здесь с какой-то вот энергией Е, и она вот здесь будет болтаться, то она через эту ситуацию никогда не преодолеет. Ну, например, я не могу, ну, некоторые думают, что я не могу, да, пройти сквозь эту стену, да. Не могу, потому что сила этого расталкивания, то есть сила сопротивления, она вот снаряд выдерживает, а не то, что меня спокойно. Я через нее никогда не пройду. С точки зрения квантовой механики это не так. С точки зрения квантовой механики у нас есть туннелирование. То есть у нас частица каким-то образом может перепрыгнуть через этот туннель. То есть через этот потенциал. Но она не то, что перепрыгивает, а как бы делает у него вот эту его самую вещь. Это через умение, что ленингера запросто показывается. Кроме того, известно, что если она отсюда налетает, то у нее вот эта амплитуда будет чрезвычайно низкая. Это что означает? Что когда мы держим две маленькие частицы, разделенные, ну, пространственным каким-то барьером большим, или высоким энергетическим барьером, она через них может перепрыгнуть. Вот так, путем туннелирования пройти. То есть ей не надо перепрыгивать. То есть мы не должны частиц сообщить такую сумасшедшую энергию, чтобы она вот его сверху перепрыгнула, как в целом случае, да. А нам достаточно, чтобы она через него прошла. У нее всегда при любой ее энергии всегда будет не нулевая вероятность того, что она в соседнем стакане, несмотря на то, что энергия гораздо меньше, чем энергия барьера, да. Только речь идет не идет об одной частице. И частиц таких много. И среди этих многих частиц есть те, у которых есть вероятность того, что они туннелируют. Да. Для одной частицы эта вероятность там... Она очень не велика. Это 10 минус 20... Потому и есть, потому что частиц очень много. Да. Это вот такая. Но если у нас частиц очень мало, если это единичные события, то нам по большому счету не интересно. Поэтому мы должны понять, за счет чего это происходит. Гарл в свое время подобную задачу решал в обратном направлении черту, которую буду решать я. Что он сделал? Он решал проблему альфа-распата. Она состоит, что у тебя опять ядро, оно тоже представляет себе такой стакан. И вот здесь у тебя некие барьеры ядерных сил, через которых твоя альфа-частица, альфа-частица это нейтрон плюс протон, то есть ядро гелия. Да? Два. Два. Два нейтрона. Два нейтрона и два протона, да. Два нейтрона и два протона. Вот она здесь. Она здесь у тебя болтается таким образом. Она здесь болтается. И как она может выйти наружу? Ну, с классической точки зрения физики никак. Но она может туннелировать. Ну, хорошо говоря, туннелировать. Давайте посчитаем вероятность туннелирования. Я могу написать эту формулу, но формула будет все же чрезвычайно гмк. Она у тебя будет делать там, скажем, 10 в минус 20 степени что-то такие вот вероятности. Такого типа. То есть вам надо очень много частиц набрать, чтобы хоть одна из них куда-то проатонулировала. Да там какие-то 20, там 20 в минус 30 степени. Вот эта ситуация. Как предлагает Агамов нашел простое и элегантное решение по всему этому. Я вспомнил. У нас есть, помимо принципа туннелирования квантовой механики, есть второй принцип. Это принцип неопределенности Гейзенберга. Которая состоит, что ДП, ПДХ больше или равно, там, аж с черточкой. Так? Вот она стоит. Это что означает? Что если мы твердо знаем, что у нас альфа-частица локализована в расстоянии порядка ядра, то она должна обладать достаточно большим импульсом, по крайней мере иногда. Что это приводит? Раз это такая у нас ситуация приводит, значит она здесь движется вот как-то от стенки до стенки, доталкивается. И что, к чему это приводит? У нас у нее большой импульс. Она это расстояние очень быстро проходит. Она вот тут проходит. И оказалось, что сравнимая величина это 10 минус двадцатой степени. Я бы даже сказал 10 минус двадцать первой степени по моим прикидкам примерно. 10-21. То есть для характерных размеров ядра, там вот наша альфа-частица, будучи свободные частицы внутри этого ядра, колеблется очень часто. То есть ее, представляете, ее время прохождения вот этого ядра составляет 10-21. То есть это что означает? Что она штурмует этот барьер в 10-21 степени раз в секунду. Просто представляете, с какой частотой она его штурмует. К чему это приводит? А к тому, что наша вот эта самая вероятность туннелирования, которая была ничтожна, подвергается испытаниям вот такой частотой. И произведение этих сумм становится уже конечным числом. И это и приводит к так называемому альфа-распаду. Действительно, через туннельный эффект пройти альфа-частицы через ядерный барьер пройти чрезвычайно сложно, но это искупается той простой вещью, что она делает эту попытку с сумасшедшей частотой. То есть порядка 10-21 степени раз в секунду она тестирует этот барьер. Иногда его проходит. Потому что если у тебя 10-20, 10-21, то у тебя будет достаточно часто она у тебя будет оттуда выходить. Все цифры очень неправильные. То есть у нас в чем элегантность решения Гамова? Ну во-первых, в отсутствии сложной математики, чем Гамов всегда славился. Ну это исключительно интересный человек. Он сам из Одессы к нам приехал. Здесь был основателем так называемой джаз-банды в Петербурге. У нас на Фейсфаке при нем джаз-банду. Позже сходил и Мацумян и так далее. А потом занимаясь физикой он уехал в Америку. И долго был еще здесь, по-моему, чем корреспондентом. Но потом его в 1939 году уже исключили. И в том числе, мало что, он по физике много чего сделал. Он еще является автором идеи генома человека. Вот, например, Гамов. И вот такое простое он решение предложил чрезвычайно. Объединение двух принципов. Первый принцип туннелирования. А второй принцип неопределенной Гейзенберга. Когда у тебя локализация частицы в пространстве дает ему достаточно высокий импульс. Высокий импульс заставляет штурмовать вот этот самый барьер. Которому надо пройти туннельным образом. С очень высокой частотой. Вот это то, что мы будем... Я то, что хочу предложить. И экспериментально это подтверждается, да? Это да. Альфа-распад, конечно, да. Первоначально из него, именно отсюда, кстати, размер ядра определялись. То есть вот это самое L расстояние вот отсюда определялось. Потом мы как-то научились его по иначе мерить. И тем не менее эта работа классическая. По-моему, даже чуть не за это он не нынешне, я понимаю, да? Не знаю точно. Были еще группа исследователей американских, которые сделали эту штуку независимо. Ну а поскольку ГАМОФ это как бы для американской науки, для американской науки это все, то остальная группа товарищей, она на его фоне, конечно, незаметно совершенно. Теперь я хочу поговорить примерно то же самое. Я эту задачу предлагаю и объяснение с холодным ядерным синтезом. В аккуратном порядке буду решать. Моя частица находится не внутри ядра, а снаружи. Что у нас происходит реально? У нас вот есть никель. Никель, он образует простую, грубо говоря, кубическую решетку. Ну вот это у вас такого, давайте я их какую-нибудь произнесу, поскольку можно рисовать красным. То есть у вас вот стоят никелевые, правильно вот так их рисовать, в нормальном умении, атомы никеля, и вот они образуют такую решетку. Чрезвычайно интересную, да? Что у нас происходит при достаточно высоких температурах, когда мы пытаемся эту решетку обогащать водородом? А у нас водород куда-то сюда залезает, а здесь становится, вот он здесь так размещается красным, он локализуется. Нехарактерных цифр, которые я могу сказать, параметр решетки никеля, вот это расстояние характерное, это порядка, где-то, у нас 3,5 реал экстрема, это 10,1 метра экстрем, да? Вот эти, да? 10 минус 10, сейчас. Да, 10 минус 10 метра. 10 минус 10 метра. У нас расстояние, собственно, ядра, его радиус, у него порядка 1,24 экстрема. Вот этого, для никеля характерно. А для водорода, опять, где мне тут выписано, где-то выписано... Ядра именно? Ну, не ядра, а атома, атома. Ядра-то меньше, конечно, гораздо. Вот. И у вас... А что ты не выписал? Ну, для палладия я выписал почему-то. А для водорода... Значит, он будет... Это задача. И тем более, если решетку взять как-то наклонить, она же там уплотнится. Нет. А что, собственно, преодолевать-то? Ну, водород имеется в виду какой? Молекулярный или леноводород? Да, да. Да, обычный, обычный водород, да. Но если молекулярный, я хочу его преодолевать. Он туда и садится, я и говорю. Нет, это есть проблема, я с Балатом согласен. Примерная проблема есть, но он туда садится. Это естественные штуки, что у тебя какие-то металлы, они могут себя поглощать и водород, и что-нибудь еще и потяжелее. Они у него поглощают. Но, смотрите, здесь у вас расстояние остается два с половиной экстрема между ними, между атомами и, грубо говоря, вот это расстояние посередине. То есть он занимает, по своим размерам, примерно пятую часть. Я, конечно, масштабно говорю, пятую часть расстояния между атомами в решетке никеля. Что у нас здесь происходит? А происходит у нас следующее. Я утверждаю, это мы можем как-то попытаться проверить, что атом водорода, он не может здесь, здесь, не здесь, не здесь. Он строго локализован в какой-то области пространства. Скорее всего, по центру. Жестко. Понятно, понятно. В силу симметричности режима. Скорее всего, он вот там, по центру сидит и неподвижно не находится. Что это, чему это приводит? А приводит к тому, что он оказывается жестко локализован в центре, имеет жесткие координаты. Что это значит? Это что DXPDP, наше любимое отношение Гизельберга, больше или равно аж пополам. А все-таки почему именно он локализован в центре? Силу симметричности решетки. В взаимодействии с каждой отдельной. Ты знаешь, это не обязательно. Это атом решетки. Я потом еще другую интересную гипотезу делаю, когда это не обязательно. Значит, мне не важно, что он точно залокализован. Мне важно представление о том, что его координаты более-менее точно заданы граммой решеткой. То есть тот самый потенциальный барьер, в котором атом этот сидит. Понимаешь, да? И таким образом, раз он локализованный, мы видим здесь какие-то параметры, то у тебя количество попыток, которые он будет, вот этот окрестный барьер должен преодолевать в секунду, будет тоже в порядке той цифры, которая бы есть для альфа-распада гаммала. Я даже немножко больше. То есть я бы сказал, что 10-22 степени. Вот такую бы цифру. Что это означает? Что между никелем и водородом существует потенциальный барьер двух типов. Первый – это кулоновский барьер. Он пока у тебя здесь электрон, он сглажен. Да? Потому что они пока находятся на большом расстоянии нейтральные. А с другой стороны у тебя, получается, силы ядерного отталкивания. Но, поскольку… Притяжение? Ну, в начале отталкивания, я думаю, все-таки. Ядерное? Я думаю. Ну, это вряд ли. Ну, для него, когда он туда летит, я думаю, что в начале отталкивания. Ты считаешь, что только кулоновского? Ну, тем лучше. Хорошо? Да. Тем лучше. Это лучше. Это гораздо лучше, что там нет отталкивающих компонентов ядерных сил. Есть только приложение. Таким образом, у тебя опять есть высочейший барьер между ними, да? Но ты можешь его преодолеть за счет высокой частоты колебаний, например, в центре этой нашей решетки атома водорода. Он по 10-22 секунду раз ударяется об этот барьер и иногда его проходит. Да. Но это очень высокая частота. Что у нас происходит? Он преодолевает туннельным образом уже. Не прямым, как происходит. Подожди, атом водорода, он же имеет электрон. Потеряет. Тебе не важно. Тебе самое главное про ИДО вначале говорить. Тебе про ИДО. Если у тебя весь атом локализован, то ИДО тоже локализован. Во-первых, они оба атомы нейтральны. Но в решетке, наверное, у него как-нибудь все смещается, да? Да. Но тебе важно понимать, что у тебя стоит некий потенциальный барьер. И за счет у тебя локализации ты все время совершаешь большое количество попыток преодолеть потенциальный барьер. Кулонского расталкивания. Вначале у тебя нет некого кулонского расталкивания, потому что у тебя это кулонское отталкивание, оно вовновешено электронами на оболочках. Но когда ты начинаешь сближаться туда, то у тебя появляется кулонское отталкивание, дикая сила совершенно. Это высочайший барьер, потому что наши замахиваются на прямое прохождение, только по большому счету, ну, плодолития, по-моему. Или термоэдинферации. Вот. То есть для очень низких номеров таблицей системы элементов. А здесь получается, что ты протон можешь туннельным образом перебросить. Тут же два барьера. Барьер электронный, барьер протонный и протонный. Ну, по большому счету один барьер, протонный. Две частицы одинаковых зарядов расталкиваются. Пока они с электронами, они нейтральны. У них ничего не происходит. Вот это в основном такое замечательное явление, как мионный катализ термоэдином реактора. В термоэдином синтезе. В чем он состоит, мионный катализ? В том, что ты вместо электрона к этому 3-ю диетерию добавляешь мионного. Что у тебя происходит? То же самое, что электрон, только гораздо тяжелее. Он образует более маленький атом, долгоживущий. И у тебя получается, что этот мион, он у тебя экранирует. Экранирует кулановское взаимодействие до очень небольших постоянных. Таким образом, у тебя ядерная реакция, то есть термоэдином синтезе, проходит гораздо быстрее и живее. Вот в этом и слове мионного катализма. Здесь примерно то же. У тебя электроны до определенного момента, пока оно не начало возникать туда внутрь, они тоже экранируют силу кулановского впечатления. Тебе это не интересно. Тебе интересно, чтобы вот здесь что-то было. Чтобы вот эту зону, куда они пройдут сквозь электроны, чтобы она вот там туда попала. А это происходит. Почему это происходит? Вероятность этого события очень мала. Но за счет чего она велика? А за счет того, что у тебя в центре, вот этот пусть будет в центре, этот атом и соответственно ядро водорода локализованы, следующего у тебя высокий получается достаточно импульс по соотношению Гезенберга и неопределенности. И таким образом он у тебя начинает совершать очень большое количество попыток преодолеть этот баррель. И иногда преодолевает. Вопрос такой, а ты не исключаешь, что если возможно, ну как бы вариант такой, что не локализации как бы атома водорода, а его обобществление для всей кристаллической решетки? Я полагаю, что нет, он и локализован, и обобществлен. Нет, но если он обобществлен, то его неопределенность координата сразу становится очень большой. Ты знаешь, я полагаю, что все-таки обобществлен в том смысле, что он все-таки локализован. Он принадлежит как бы всем, но он локализован. Ты считаешь, что это невозможно? Нет. И может быть и возможно. Просто вариант с обобществлением-то, может быть, тоже стоит? А как знать, может иметь место вариант с обобществлением? Я немножко об этом знаю. Например, когда я видел расчеты, когда люди пытались характерную длину волны тепловых нейтронов рассчитать. И у них она оказывалась в обычном реакторе несколько десятков раз больше, чем размер атомов рана. Оставляешь себя, да? То есть это имеет отношение к вопросу, который тест задал. То есть там вообще ничего не... В этих основаниях можно думать, что там вообще ничего понять нельзя. Но если у тебя нейтрон с неопределенностью получается несколько десятков атомов, то что там происходит совершенно непонятно. Я вот... Но я вот... По этому вопросу не имеет определенного рода смысл. Но я пытаюсь танцевать от печи. Я говорю, пусть дело происходит так, что у тебя водород, атом водорода локализован в центре этой решетки. Пусть. Тогда, говорю я, он у тебя должен обладать высокой неопределенностью импульса. То есть импульс должен быть. Таким образом он должен пытаться брать вот этот барьер, который находится между ним и дуром никеля, громадным количеством частотой попыток раз. Раз это происходит так, то значит... Хотя туннелирование имеет очень небольшую вероятность, тем не менее за счет большого количества попыток у нас происходит макроскопическая реакция. То есть эта ситуация прямо противоположна ситуации с альфа-распадом в исполнении гамма. Просто у него альфа-частица была заперта внутри ядра, а у меня частица, которая должна взаимодействовать, то есть ядро водорода, оно заперто в решетке снаружи. Тогда понятно, как должен работать этот реактор Руси, за счет чего он работает. У него водород нагревается, и некоторые говорят, что у него есть некая липкая основа, где порошок никеля распределен таким образом, что зерно-никели, вот эти миниатюрные, между собой не касаются. И за счет этого у тебя возникает очень высокая поверхность этого никеля. И водороду, понимаешь, да, была к тому, что ты говорил 10 минут назад, имея такое отношение. И водороду становится, раз у тебя поверхность очень большая, вещи туда заскакивают. И проблема, если ты возьмешь кусок никеля, то ты водородом обогатишь только при самой крайней стороне. А когда он у тебя маленький очень, то он туда просходит, он полностью его обогащает, и у тебя сечение рассеяния или вероятность реакции у тебя многократно возрастает. Что происходит у Руси? У него водород отнагревается. При высокой температуре у тебя вероятность проникновения водорода внутри никеля, она возрастает, вот, он туда проникает, и потом начинается эпидемия определенного рода самоподдерживающая реакция. У тебя некий процент, в течение какого-то конечного времени, некий процент ядер никеля переходит, причем захвата протонов через туннелирование, то есть водорода, переходит в медь, и эта реакция идет у тебя с достаточно большим выделением энергии. У тебя, если чем... Почему, кстати, здесь энергия выделяется? Ну, я просто физику доволен. Потому что у тебя, как бы, у тебя, вот, если две частицы, они вот таким образом разделены барьерчиком, вот одна здесь частица сидит, а здесь сидит, как бы, так, нигель, и когда он сразу через нее проскочил, то вот эта разность у тебя и выделится. В каком сохранении энергии? Да. У тебя проблема состоит, чтобы здесь перехватить. Это как ты жгешь дрова точно так же, там тоже такая же ситуация. То есть сначала надо их разжечь, барьеры на счет перепрыгали, и после этого у тебя энергия проходит с положением неким, с выделением энергии. Общее. Общее итоговое. То есть тебе вначале надо перепрыгнуть этот барьер. Здесь фокус состоит в том, что у тебя происходит туннелирование. Ну, понятно. Ты экономишь на, вот, как бы, у тебя нет накладных расходов, на начало... Нет, да. И это мягко скажем, да. Я вообще предлагаю туда насладиться этим результатом. Если они вот этот барьер предлагали прыгать таким образом, они вот этот барьер предлагали перепрыгивать в обычных управляемом синтезе термейдером, например, или гелия, ну, то есть для диетерии и трития, они предлагали его при помощи высоких давлений, высоких температур, то есть очень высоких скоростей, чтобы вот так разогреть, разогреть, чтобы он мог и сам перепрыгнул через этот барьер, да. То здесь у нас эффект возникает за счет то, что они в кристаллической решетке, а там строго локализованы. Раз они строго локализованы, пожалуйста. Вот. У тебя там неопределенно становится порядка постоянная планка, деленная на два края. Вот она неопределенно. Значит, у тебя есть достаточно высокий импульс. Значит, у тебя начинает, как сумасшедшие здесь болтаться, и постоянно биться головой об этот барьер. Если бы он был в макроскопическом объекте, он проломил бы себе голову. Он микроскопически после объединения сюда перепрыгивает. Он перепрыгнул. И у нас возникло счастье. Он стал недостающим звеном удлинителя для того, чтобы превратить его в миг. Реакция прошла с положительным уделением. Притом, это на каждое ядро такая. Это суммы, по-моему, в крайней десятка мегаэлектрон вольт. Как-то вот так. То есть много очень. Просто далеко, он очень медленный, в значительное количество. Никель переходит в медь, по большому счету. Я видел, все эти цифры там у них закрыты. Они сами не понимают, что делают. Потому что, казалось бы, простое и элегантное решение. Но это я про себя думаю. Я предложил вот для этого эффекта. Но это нигде такого не встречал. Хотя, зная теорию альфа-распада Агамова, по большому счету, трудно отказаться, что произошло это. А, я это встречал некое. Мой бывший коллега по ЛИАФу, Егоров, который, конечно, никогда не знал, заведует к одной из лабораторий. У него было там три или четыре абзаца в интернете нашел. Он говорит, что кто-то считал, и при поверхностном строе должны быть какие-то колебания происходить. И в результате, там, за счет этих колебаний происходит вот эта реакция. У меня не было сказано, что это за колебания и какие колебания. А колебания имеют одну очень простую причину, далеко не при поверхностном слое, что у тебя есть соотношение неопределенности гейзенберга. То есть у тебя компонента двух важных эффектов квантовой механики, туннельного эффекта. И с одной стороны, и с другой стороны, принципов самого простейшего неопределенности гейзенберга приводит к возможности низкоэнергетических реакций. Что Росси нам, или не Росси, другой человек, нам и демонстрирует. Ну, теперь, Стас, по поводу того, что, может, не один вылезает, а, может быть, два. Давайте рассмотрим этот гипотический случай. Мы помним, что с 89-го года вокруг холодного термояда тоже были определенные деятельности. После этого люди пытались распроизвести эти эксперименты. Они состоялись следующим образом. Что у тебя проходила обычная электрохимическая реакция. У тебя был паладивый электрод. К нему шел водород сюда. А водород был обычно диетерием. И после этого они утверждали, что там происходит термоэнергетическая реакция. А потом в какой-то дикой форме я читал, они говорили. Они говорили, что из... Просто из диетерия образуется третий суда. Вот как-то так. И плюс нейтрон вылетает. Была собрана специальная комиссия. Было выяснено быстро, что никакой реакции такой не происходит, потому что потоп нейтронов отсутствовал. И вопрос с холодным термоядом закрыли. Тем не менее, большое количество исследователей в каждом мире каждый раз ставили десятки экспериментов, и иногда у них что-то получалось. Но повторить эксперимента было нельзя. Поэтому все очень быстро сказали, что холодный термояд на палладийных электродах это чушь. Что это лжет наука. Но пока, наконец, человек-японец по фамилии Арата два года назад не поставил следующий эксперимент, который можно было проверить. А как он его сделал? Он сделал палладий порядка 100-200 атомов всего. Из них он собирал вот такую как бы сферу. И туда в сферу не было полости. Он туда запихивал, под давлением по-моему даже, запихивал тот же самый водолод. И после этого у него начиналась идти реакция по каким-то тоже странным каналам. Одно из самых важнейших было появление лития. То есть это номер 4 просто. То есть если лития. Это все странно. Про лития я ничего не знаю. Но я могу, исходя из собственных соображений, попытаться объяснить, почему это возможно. И почему у людей это не возникало никогда. Как я это делаю? Речь идет о том, что Стас говорил по поводу, там тоже кубическая решетка. А что, если мы туда запихаем в середину решетки не один водовод, а два или три, ну два допустим. Пусть у них будут какие-то штуки. Сюда можно запихать два водовода. Тогда он говорит что? Между ними двумя водоводами, особенно если это дитерий, дитерий третий, да? Между ними существует вот самый этот барьер, который атомная бомба позволяет его сделать, а управляемая термолитная реакция не позволяет. Они локализованы жестко. Опять по осложению определенности они начинают очень сильно там колебаться. По этой причине у них импульс большой. И они этот барьер туннельным образом тестируют на прочность. Иногда его пробивают. И происходит реакция. Понимаете, да? Уже между этими атомами. Между атомами, да. Ты их в паладию забираешь. Что делает паладия? Он их локализует. Он их помещает в определенное место. И тогда им по принципу неопределенности Гейзенберг ничего остается как вот этот барьер, который может существовать. Долбить, долбить, долбить. И вот это происходит. Что сделал Арата по сути? Он достаточно фиксированное количество. Тут проблема в чем, чтобы их запихать вот в это дело. В таком количестве большом. Поэтому, почему у людей не получалось? А надо разбираться, что у них там с паладиям было. Какую там структуру имел. Какая его чистота. Какие там были примеси. У них на одном паладии в электроде реакция пошла. На другом паладию не шла. А у Арата почему всегда идет? А потому что у него этих 100 атомов. Но он контролирует структуру. Да. Он контролирует структуру. И он может их туда запихать. В большом количестве. И ты в результате насыщаешь дитерием и тритием. По-моему дитерием и тритием. Почему литий появляется? Я не понимаю. Мне кажется, что это зная и те обычные термоядерные лица. И она идет с выделением тепла. Но его ситуацию приложить на практике невозможно. А вот Андрея Росте с компаниями и группой других итальянцев удалось вроде бы. Он к этому долго шел. Судимость и так далее. Скоро можно будет исчезать технологии реально и золото получать и чего-нибудь. Таким же образом. Не делай так. Да. Не знаю. Ну а как? Найти пару элементов. Можно. То есть ситуация сейчас хуже, к сожалению. Медь по-моему дешевле, чем Никель. Но цель не эта. Цель получить энергию по ходу дела. Энергия же лучше золота была. Да. Нет, это я все понимаю. Я к тому говорю, что мечта всех алхимиков, всех временных народов, вообще с ней Ньютоном, разрешится однажды. А надо посмотреть. Я просто не помню там ни как там таблицами елевое дело расположено. Что там мысли? Из чего там можно золото получить путем одного? Ну вот надо, Игорь, посмотреть. Это как в этом фильме. А что, может и в магазине в любом бы стенку поднять? Да, да, да. Нет, нет, нет. Просто, например, Ньютон же по-моему 90% своего времени занимался именно алхимом, а не еще другим. Он пытался как бы найти этот философский камень. Да, но энергия важнее. Эта энергия состоит, что у тебя они год делали мегаваттную установку. Новости почти не появлялись. Я решил, что опять это фейк. И вот тут опять на 7 минут залезают. Так они все будут маленькие эти установки, да, миниатюрные? Да, да. Можно машину поставить и один раз на всю жизнь, да, машины? Не думаю, что не так. Я думаю, что она, так понимаешь, чтобы она машиной ехала, тебе должен быть парогенератор, этот пар должен что-то вращать. Ее первоначальное использование это для тепла, для обогрева дома просто. Она просто дает, по сути... То есть там взрывного эффекта нет? Нет, взрывного эффекта нет. Но там водород есть, поэтому взрывной эффект есть, простите меня. Еще какой? Там у тебя водород разогрет на 900 градусов, примерно, говорят. Может до 600. Там взрывной эффект есть. У тебя параллельно загорелся с водородом, ты ба-бах, на следующей штуке взорвался. Но это будет обычная химическая реакция, не ядерная. Она управляемая. У тебя же делают водородные автомобили, а здесь такая штука, но у тебя суть его состоит, что... Я вам просто предлагаю этим элегантностью в результатах Гаморского насладиться на черный раз. То есть вам не надо что-то нагревать, сталкивать, бороться. У тебя комбинация двух за счет просто локализации и принципа неопределенности Гейзенберга. Если, конечно, структура заставляет так себя вести атомы и это подтверждается, то это, конечно, очень красиво. Да. Нет, это удивительно. Это люди это дело сделали, но никто нигде не видел вот такого объяснения. Я сам придумал его. Собственно, нигде я вот такого не видел. Казалось бы, очень просто и красиво. И вся наша официальная физика пошла нафиг. Потому что сколько... Они же на управляемый термотрансфильм денег потратили. Столько, сколько опромирующих Гейзенберг в квадрате не украли. Вместе. И трансмутация объясняется, да, из этого? Как бы тоже можно как-то подумать, почему они... Ну, в трансмутации я рассказывал немножко иначе механизмы. Но тем не менее, явный механизм тот же. Да, механизм похожий. Но тут все-таки надо доказать, что действительно происходит локализация. Ну, я думаю, можно это доказать экспериментально. Мне чисто интуитивно кажется, что это так. Можно доказать экспериментально. Просто поставить опыт эксперимента, и будет понятно, что это так. Ну, эксперимент, понимаешь, такая штука... Там все зависит от техники исполнения. Накосячишь с техникой и компроектируешь идеи. Нет, Игорь, а кроме шуток, ты это дело распиши вполне себе подробно. Я думаю, что это опубликовать. Но если не на бумаге, то в каком-нибудь архиве можно. Ну, может быть. Но это будет выложено уже через неделю в интернет. На заряд, судя по всему. Заряд опять у мутников с сайта. Народ будет смотреть. Может кто-то это считает. Но вот это удивительно. Может кто-то это думал, но я это не видел. Блин. Это нигде не видел. Это объяснение простое, да. Я тоже этим маялся, пока, например, начал не разбираться с котом Шердингера. С котом знаменитый, да? Ну да. И внимательно не прочитал про решение сдачи кальфораспада. Я прочитал, боже мой, это же оно. Только наоборот. Может быть. Извините, а чем вообще, так сказать, любая красивая теория, так сказать, удалена от суровой правды жизни? И как вообще вы можете проверить это? Вы понимаете, Андреа Росси с компанией работают вне зависимости от моих измышлений. Вроде бы у них эта ситуация работает. Я с этого начал. Су 30 апреля они первый реактор, такой мегаваттный вариант, стоп, передают первому гражданскому заказчику. Первому гражданскому. Они им уже передавали? А? В военном, да, уже передавали. То есть они в технику это оформили? Да. Они уже года полтора бьются. У них был небольшой реактор. Они сделали мегаваттник. Потом народ там изучал фотографии. Говорят, что они, грубо говоря, просто к старому добавили еще элементов. Ну это на самом деле, судя по всему, так и сделали. Просто больше никеля, больше водорода. И все. Больше никеля... Если инженерно это правильно. Но надо-то делать блоки, которые могут потом монтироваться. Да, да, да. В любом количестве. Но это как бы самое начало. Вы понимаете, да, что это... Первый компьютер читал медленно и занимал этажи зданий. Ну, образно говоря. Комнату. Комнату. И эта ситуация, она может быть сделана. Но вот если окажется, что мы действительно на никеле, на одном из самых распространенных элементов, сделаем суперисточник энергии с бешеной производительностью. Без радиации, без всего. Это же вообще фантастика. Это же долгое время развития цивилизации. Это конец цивилизации нефти по большому газу. Ну и конец много чего. Не будем говорить, что конец чего-то. Никеля разве больше, чем нефти, что ли? Конечно. Насколько я понимаю, вы видишь? Никеля одна десятая процента земной коры. Земной коры. Ну а как? Одна сотая. Одна сотая процента земной. Ну, проблему никакой достигает. Но при таком источнике энергии она вся решаема. У тебя, по сути, в районе норильского никеля этого никеля бесконечное количество. Там, наверное, еще коэффициент эффективности нефти и никеля, если рассчитать по этой... Да. Судя по всему, гораздо выше. Да. То есть я говорю, что у Росси, у него первый пробный камень. Плюс еще у нефти все-таки есть, ну, есть версия, что нефть закончится однажды. Она же органического происхождения, наверное. Да. Что и да. Ну да. Одно из них все. А никеля, понимаем, да. Он, по большому счету, не сжигает кислород при всем этом. Это же реакция идет без кислорода. Это ядерная реакция. Просто из никеля делаем медь. Нет. Дальше можно стоять за другие элементы. Вообще можно... Силеты просто счастливы. Да фиг-то. Они будут. У вас, говорят, у каждого ядерный реактор. Ну что же, это же ужас какой-то. Нет. Ну так все. Мы не порождаем СО2. Это главное зло вообще. Которые делает человек. Нет. Просто если это реальность, то на самом деле можно всю таблицу дерева рассмотреть и все вот такие вот возможности использовать. И там много что наверно там. Обобщая вот этот элемент. Да. С никелем-то повезло. Потому что оказалось, что у тебя помимо 10-22 вот это у тебя вероятность перехода через вот этот барьер оказалась сравнительно невысокая. Вполне возможно, что те реакции тоже идут на практике. Вы знаете, есть такая известная лжеученая были в 30-х годах, который говорил, что на самом деле управляемым вот таким ядерным синтезом уже многие растения и животные научились добывать себе энергию. В том числе и так. Ему даже потом дали Шнобелевскую премию в полгород. Вот эту мысль. За эту мысль? За эту мысль выдающуюся. За ее положение. Шнобелевскую. Да знаете? Да. Так она тогда была уже Шнобелевская? Не знаю. Потом дали. Недавно. С 1901 года. Шнобелевская? Шнобелевская. А, Шнобелевская. Шнобелевская. Шнобелевскую. Позже дали Шнобелевскую. Шнобелевскую, да. По-моему, недавно. Стекна от Нобелевской, что ли? Ну да. Конечно. За британским ученым вот такие вещи. Вот ему за это, за то, что у тебя в растениях идут вот такие реакции управляемого ядерного синтеза. И мы за это дали. Но вот есть человек Высоцкий, он работает в Киеве. У Адаменков эксперимент, который рассказывал про группу «Протон-19», помните, да? Все вот это. Он в некоторых темах является автором. И он сейчас тоже утверждает, что растения умеют такую штуку тоже делать. «Протон-19» фотосинтез имеют делать? Может быть, что-то еще умеют делать? Так вот они и такое умеют делать. «Протон-19» фотосинтез, по-моему, никто не умеет делать. Живот умеет? Нет, не умеет. «Непосредственно свет усваивает». Нет, не умеет. А они умеют делать. И вот тоже это из таких приколов, которые бывают. Поскольку теория такая как бы существует, будет прикольно узнать, что некоторые живые организмы умеют это делать уже очень давно. в микроскопических количествах своих. Но им же много не надо. Вот такие вот вещи.